Здравствуйте, друзья! Снова вы путешествуете с зооком клубом. Уже весна, 20 марта, а у нас здесь зима. Причём такое хорошее глухозимие. Вот солнышко только выглянуло. Хороший минус. Мы снова в Карелии. Мы снова охотимся за неуловимой рыбой. Давайте посмотрим, что из этого получится. Я ещё не знаю. Мы ещё не доехали до места. Мы только выезжаем в эту маленькую деревню. Как обычно, забираемся в самые глухие места. Поехали! Всё! Объявляем посадку и вперёд! Погнали! Я очень хотел показать вам природу Карелии и рыбалку на Хариуса. Эту удивительную рыбу, поимку, которой многие рыболовы считают своей мечтой и большим достижением. Но, вы знаете, всё это снял, всё сделал, а в итоге видео получилось совсем о другом. Видео получилось больше про Леонида. Мне очень нравятся люди, которые сделали себя сами и живут так, как им нравится. Так, чтобы быть счастливыми и самодостаточными людьми. Мы Леонида знаем уже давно. Несколько раз к нему ездили. Леонид когда-то работал на комбинате, но в Карелии работы очень мало, предприятия разваливаются. И когда комбинат прекратил своё существование, Леонид не захотел, как большинство деревенских, просто спиваться. А решил, что он будет делать то, что ему хочется. И вот смотрите в итоге, что получилось. Ну, эдакое видео о счастливых людях, что ли. Давайте посмотрим, как мы съездили в очередной раз к Леониду. Хариуса мы поймали. Немного, но получили от этого колоссальное удовольствие. Рыбы были вполне приличные. Это был средний и достаточно крупный Хариус. Леонид нам в этом помог. Я восхищен его упорством. Он, как хороший гид, водил нас по разным местам. Бурил невероятное количество лунок. И всячески способствовал тому, чтобы мы действительно нашли то, за чем приехали. И вот эти несколько рыбок, из-за которых мы проехали туда и обратно полторы тысячи километров. Три дня мерзли, бродили по колено в снегу, отмораживали пальцы. Ну, конечно, они того стоили. Мы очень довольны. Леня, спасибо тебе большое. Первая корыта вытащили с трудом. Разгружаем. Ну, что ж, у нас уже уютно становится. Печечка. Сейчас будет тепло. Ноги пока мерзнут. Я босиком стою на ледяном полу. Вот такой вот у нас дом. Вот такой у нас дом. Толстенные бревна на стенах. Маленький, но довольно уютный. Ну вот, Леонид сделал даже свет. Но с такой прической ты не просто хорош, ты великолепен. Ну, что ж, за мое великолепие тогда. Без лишней скромности. Давай фотограф. Как ты к этому пришел? Вот ты деревенский человек, в деревне выросший. Ну, вот, жил. И, честно скажу, что ставил сети. И всегда думал, что, ну, там даже продавая рыбу, ты можешь заработать денег, что-то купить. И я занимался этим. Я реально ставил сетки. Я реально очень много ловил рыбы. Очень много. И продавал. То есть, что-то зарабатывал. И просто потом пришел к выводу, что вот продавая это, ты никогда не станешь богаче и никогда не заработаешь больших там каких-то денег. потому что это все сезонно. То есть, один месяц ты можешь поймать, а остальное все время ты просто убиваешь. Ты понимаешь, что это глупость. Самая натуральная глупость. То есть, ну, это как, наверное, цыгане, как образ жизни становится. Вот они ездят. Или как, я еще сравниваю, это как мешочники, которые ездят там по поселкам, продают вещи. Ну, вот, баулами с этими. Это их образ жизни. Они никогда, наверное, много денег не заработают. Но они вот этим живут. Вот так же и местные. И просто надо в какой-то период остановиться и понять, что есть много других занятий. Ну да, кроме того, что ты уничтожаешь рыбу, ничего лучше не становится. Да, да. То есть, и лучше, лучше. Я считаю, как вот старые старики. Можно я расскажу одну историю? Вот смотри, у меня отец, отец в свою молодость, он мне рассказывал это. Он приехал в какую-то корейскую деревню, в командировку там все. И с дедом поехал на рыбалку. Дед его, он жил у него в доме, поезд на рыбалку. И мы едем и видим, стоит лодка. И мужики ловят, ну, акуней там. Он говорит, ну, давай поближе подплывем и порыбачим. А этот дед старый, он говорит, не, это их место, пусть они рыбачат. Мы найдем свое место. А они, оказывается, затапливают там, у каждого свое затапливают. Елку или что-то называется там, ну, как типа привадом, алек собирается, потом приходит крупный окунь, допустим. И вот. И он знал свое, у каждого свое место. Он приехал, ну, стали, говорит, на якорь, стали ловить. И вот такие окуня. Я одного, второго. А дед медленно распутывает удочку. Я поймал четвертого окуня, а он, смотри, сматывает удочку. И говорит, ну, все, поехали. А я ему говорю, так слышь, клюет же, давай ловить. А он говорит, ну, вот сколько ты съешь этой рыбы? Ты вот это съешь? Он говорит, нет, конечно. Ну, а зачем? Мы завтра приедем и поймаем еще. Вот мудрость та, она почему-то ушла куда-то. И вот я пришел к тому, что я вот сейчас не ставлю все эти, вот просто дал себе слово и не ставлю. Хотя я могу это делать. Не ставлю это раз, потому что я понимаю, что это затягивает. Вот такая бессмысленная работа, она затягивает многих людей. Это раз. И во-вторых, еще, как правильно сказать, и дал себе слово, я не продаю рыбу. Потому что это тоже затягивает. Как только ты начинаешь продавать рыбу, очень сложно остановиться. Хоть мясо, там, дичь, хоть что угодно, ты уже не остановишься. И мне люди приезжают и говорят, Леня, а что ты вот, ну, просят там рыбы купить, и я вожу по поселку кого-то, и что вот там, там можно купить. Они говорят, а что ты, ты же можешь поймать, почему ты не продаешь? А я им говорю, я дал слово, что я не продам ни одной рыбины больше в своей жизни. Потому что это цепляет. И от этого сложно уйти. И все равно путь в никуда. И в никуда, да, в никуда. Все сложнее и сложнее становится ловить эту рыбу, потому что ее становится меньше. Но ты это реально не понимаешь. Сразу не понимаешь. Понимаешь, что это потом. Поэтому, по сути, экологический туризм, который сейчас у тебя. Да. Да. Ну, сколько там удочкой поймают эту рыбу? Да. На одну удочку рыболов-спортсмен, ходя вокруг по тем местам, которые ты показал. Конечно, конечно. Вот я и призываю. И я призываю ловить, ловить то столько, как сказал тот дед. Вот сколько ты скушаешь. Вот скушаешь. Можно больше поймать. У тебя семья большая. Ради Бога. Никто об этом не говорит. У кого-то она меньше. Правильно? Поймал меньше. Ну, чтобы продавать, надо только уходить. Умей останавливаться, и тогда все будет. Да. 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 Надо этому учиться. Я вот думаю, как. Может, я и не прав. Ура! Процесс пошел. Помогите! Что, Лень, набурился? Блин, снегу. Ну, о, по колено. Март месяц. Вот вам и весна. Леска льдом покрывается почти мгновенно. Все-таки низковатая температура, хотя на солнце уже стало довольно тепло. Ветерок не так сильно дует. Мы прикрыты островом, и уже ничего. Так, вот наш первый хариус. Вот наш первый хариус. Довольно крупный. Ах, какой плавник! Красота! Все. Китай, можно. Все. Отлично. Так, Кирилл взял очередного хариуса. Я сижу в сторонке. У меня ничего. Сколько я тут не дергаю удочкой. Мармышечки меняю, насадочки меняю. Кирилл взял уже второго. О, такой неплохой. Вот вам и неуловимый хариус. Вот летают орланы. Карелия. Зима, орланы два пара ходят. Значит, здесь у них где-то и гнездо. Они готовятся к гнездовию. Ах, красавцы! Ну вот, наконец, и у меня рыба. Сик. Красавец! Какой красивый сик! Боже мой, фантастика! Довольно крупный. Ай, какая красивая рыба! Чудо! Чудо! Ну все, я тоже обрыбился. Прекрасно. Слушайте, вот мы разлили уху, выложили рыбку. Но пар такой, у нас холодно в помещении, пар такой, что объектив мгновенно запотевает. Поэтому вот пока видно, смотрите, объектив прямо раз на глазах. Сейчас будет... Сейчас будет... Андрюха, ты сни... Я тебя даже не вижу уже за этим паром. Сейчас будет полное удовольствие, наслаждение. Как у тебя не запотевает камера? У меня все, у меня уже ничего нету. Вот так вот мы сейчас будем есть уху. Ха-ха-ха! А-а-а-а! Вот скажи, ты говоришь, ставя сети, ловя рыбу, денег не заработаешь. А вот ты сейчас заработал денег? На своем экотуризме и то, что ты возишь рыбаков на хорошую рыбалку, где можно поймать несколько хороших рыб? Хуариуса. Я тебе скажу, как... И я тебе спросил, ты мне так же ответил. Как считать, какие деньги? Понимаешь? Что такое деньги? То есть, вот сейчас я все, что зарабатываю, я всем говорю, что вот смотри, я вот катер купил, я мотор там. А дом ты себе построил хороший большой каменный? Ага. Я обязательно тебе его покажу завтра, когда мы будем еще. Большой каменный. Жили мы в твоем доме, жили, знаем. Нет, просто я уже говорил, что я... Ну, это мое мнение. Это... Я этим живу, понимаешь? Я не особо зарабатываю денег, я просто этим живу. Что заработал, то и вложил. Да, да, да. Просто... И не считаю, что когда это оправдается. Ну, я не знаю, оправдается ли это вообще когда-нибудь или что. Просто в этом живешь. По сути, я думаю, что и надо заниматься тем, что любишь. Тяжело, очень тяжело. Ну, как бы так вот. Ну, ты все равно от этого получаешь удовольствие. Раз получаешь удовольствие, значит, все, все, значит, правильно. Я тебе скажу, знаешь что, вот, единственное, что я получаю удовольствие, то, что все... Вот почему получаешь это удовольствие? Из-за того, что ты понимаешь, ты понимаешь, что все зависит только от тебя. То есть, если на любом производстве, да, тебя послали, тебя обязательно послали с кем-то работать, да? И вот это перекладывание ответственности, да, вот оно очень сложно, очень тяжело. А тут я понимаю, что все зависит только от меня. Понимаешь? Вот сколько я сделаю, вот это и будет мое. Если я этого не встал, не сделал, значит, этого не будет. Вот так я думаю. Не знаю, правильно. Может, не все получается. Ну, как бы вот стараюсь так делать. Нравится так жить? Конечно, нравится. Нравится то, что, я уже еще раз повторю, то, что все, ты понимаешь чувство ответственности. И все зависит только от тебя. И от этого, и когда что-то не получается, ты начинаешь волноваться, потом ты все надобиваешься, и это получилось, вот чувство удовлетворения. И чем чаще человек, мне кажется, получает эти чувства удовлетворения, тем он счастливее, тем он, ну, как бы, понимает, что он занимается тем, что ему нравится, тем, что он должен делать, наверное, правильно. Вот такая получилась история про счастливого человека. Я понимаю, что, наверное, она менее развлекательна, чем многие наши сюжеты, но, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям, оставайтесь с нами. У нас не только развлекательные сюжеты, мы стараемся сделать мир лучше, добрее и показать, каким он может быть. Мы стараемся сделать мир лучше, до тех, что он может быть. Девочка не ожидается, пока он не также распространение. Иanting. Продолжение следует...